Дагестан Дагестан, как он и есть, каким он был и каким его хочется запомнить. Величественные башни и развалины старинных зданий, умудренные жизнью лица стариков, чистые детские глаза и улыбки на румяных щечках, исчезающие села и появляющиеся цветы. На это хочется смотреть вечно, тем более, когда их запечатлел Камиль Чутуев. И потому зритель вновь и вновь спешит на очередную выставку, чтобы увидеть его очередные фотошедевры. Ретроспектива мастера – бесценный подарок для ценителей фотоискусства. И потому в честь 80-летия Камиля Чутуева Зарема Дадаева решила еще раз побаловать зрителя. Здесь работы Камиля Чутуева выглядят очень камерно. И тем не менее, вот эта масштабность темы, потому что на его работах Дагестан, люди Дагестана, люди в горах, люди, которые работают и любят, матери, Мадонны, дети, Аксакалы – все то, что составляет большую гору смыслов под названием Дагестан. И то, что Камиль Аминович, собственно, всю свою жизнь снимает и любит. Он, как никто другой, может представлять Дагестан своими работами. Тут есть все, тут есть и промыслы, тут есть и жизнь, тут есть и поколение, тут есть и дружба, тут есть и любовь. Ну, тут все, что угодно есть в его вещах. С Музеем истории Махачкалы у Чутуева особые отношения. На протяжении 10 лет. Все начиналось с выставки отца Амина Чутуева, к столетию со дня его рождения. Последняя выставка «Потому что люблю» – уже про семью самого Камиля Чутуева. Такое активное и плодотворное сотрудничество не осталось незамеченным. И в прошлом году Музей города даже удостоился награды, присужденной Союзом музеев России, возглавляемым Борисом Петровским. Конкурс назывался «Музей в городе Н» именно за проект «Династия Чутуевых». В его руках всегда был фотоаппарат, и каждый его кадр говорит больше, чем может показаться с первого взгляда. Камиля Чутуева называют патриархом дагестанской фотографии. Это звание он заслужил по праву. Всю сознательную жизнь он посвятил профессии фоторепортера. Более полувека Камиль Аминович раскрывал для читателя огромный мир неподдельной жизни, ведомый главным принципом – все надо делать с удовольствием. Если фотографии зрителей, смотря на нее, у зрителей эта фотография вызывает какие-то эмоции, там, положительные, веселые или отрицательные, вот значит, это художественный снимок. Приходилось снимать все, все стороны жизни, там, производство, хозяйство, море, рыбаковое искусство, культура, актер, все проходило снимать. Но, я должен сказать, какой бы я ни делал снимок, даже, скажем, простейшие портреты, которые идут в газете, называется «На одну колонку», малюсенькая такая фотография, выполняя ее, я никогда не относился к этому, выполняя эту фотографию спустя рукава. Я прикладывал все свои умения. Если это простейший человек, ну, показать одну читу характера этого человека, который будет в опубликованной газете. Я все это делал с большим удовольствием. Я любил свою работу, очень любил. И, как бы, я не работал за то, чтобы получить зарплату, а работал, чтобы работать, снимать, встречаться, ездить. Камиль Чутуев прошел многие километры извилистых дорог, подолгу наблюдал за рассветом в горах и терпеливо выжидал многие часы и минуты. Все ради единственного удачного снимка. Так, как это привык делать настоящий профессионал. Практически каждая фотография идеальна. Она идеальна по сюжету, по подаче, по посылу. Она идеальна по освещению, по композиционной какой-то составляющей. То есть там, ну, просто невозможно найти изъянов. Настолько он профессионально работает. Я изъездил весь Дагестан, прошел по многим тропам. Нет ни одного перевала, на котором бы я не бывал. Я поднимался на много вершин. Тоже. Ну, а что еще? Я этот вопрос сам себе тоже задаю. Люди само по себе, да? Людей хочется снимать и снимать. Те же самые моменты природы, которые я когда-то снимал, я к ним по два-три раза ездил. И сейчас у меня желание еще раз повторить то же самое. Может быть, в другом ракурсе, в другой точке съемки, при другом освещении. Ничто человеческое мне не чуждо. Каждый раз, когда мы заканчиваем работу над каким-то проектом с ним, он уже в этот же день меня спрашивает, ну, что мы будем делать дальше? Это самое волшебное. Поймать и вернуть момент. В этом магия фотографии. Одни это делают случайно, по сиюминутному желанию. Другие – с целью запечатлеть момент для будущего. Камиль Чотуев всегда неподражаемо умел поймать именно тот момент, который, запечатлевшись в кадре, становился отражением целой эпохи. Ты первым встречаешь самого известного человека. Первым видишь самого умного человека. И самое выдающееся событие, которое происходит в республике, ты становишься участником этого события. Я настолько увлекся. Хоть меня разбудит в час ночи, скажи, Камиль, поехали. Я не спрашиваю, куда, а только возьми фотоаппарат. Это не просто художник или фотограф. Это действительно и он, и его отец. Это люди, которые запечатлевают на наших глазах историю. И, казалось бы, мы с вами видим те же аула, те же лица наших земляков, те же события. Но нужно обладать, наверное, каким-то особым талантом, чтобы передать через объектив все великолепие. Того, что у него входит в кадр. Вся эта уходящая натура. У нас же очень бурно меняется история. Все перебираются в города. Все это идет глобализация, она дошла до Дагестана. И вот эту уходящую натуру сохраняет его объектив, его взгляд зоркий. Таких архивных материалов, такого количества вообще этноматериала, как у Четуева, наверное, нет ни у кого. Человек всю свою жизнь посвятил собиранию образов Дагестана. И, конечно, большое уважение ему за это. Мир Камиля Четуева открывается с вершин дагестанских гор ранним-ранним утром. Там, где ночная прохлада тает в первых лучах солнца, и белые атары на краю села начинают уплывать в альпийские луга. Горянка растапливает печки зяком и готовит яичницу с оранжевыми желтками, где косари, мокрые от росы, почти не видны средь высокой травы. И детишки, лениво потягиваясь, глотают из ладошки холодную родниковую воду. Не часто снятся горы, признается мастер. Видно поэтому Четуевские горы такие уютные и притягательные. Посмотрите на его горы. Они теплые и мягкие, как одеяло. Хочется ими укрываться. Вон там есть такая прекрасная гора. Она вот прям реально одеяла. Вот как будто ее подоткнули под ребенка. Так это все настолько душевно. Но человек не с тонкой душевной организацией, ни с сердцем художника, оно не сможет так снять. Это дар. Это большой талант. Спасибо ему за это. Когда я увидела его выставку «Пусть цветут все цветы», только-только это было начало, когда мы начинали создавать музей. В Лансере была у нас выставка. Но что-то подобное, персональное. Очень хотелось иметь в Гунибе тоже. Я подошла к Камилю, говорю, Камиль, а если эти цветы будут цвести в Гунибе, что вы скажете? Он говорит, доставить надо, оформить надо эту выставку. Я говорю, ну я тоже помогу. Я хотя раньше никогда выставки не делала, честное слово, в школе тоже не было таких выставок. Я говорю, я помогу. Приехал сын, приехала дочь, приехал зять. Вся семья собралась. Я смотрела, как они оформляли эту выставку. Я смотрела, с какой любовью каждую фотографию, фотографии подбирали, композиции создавали. И на открытии столько людей, я не ожидала, что придут. Столько людей собралось, женщины прямо. Многие от восторга, от восхищения плакали. Они, вот выступила одна, Хаджат ее зовут, она говорит, вот смысл слов, что цветы имеют глаза, смотрят тебе в самое сердце, в душу, я сегодня только поняла. И знаете, сейчас самый дорогой подарок, это букет полевых цветов. Гунибцы называют его чутуевские цветы. И если хотят обрадовать женщину, доставить ей удовольствие, дарят вот такой букет из полевых цветов. Каждое произведение Камиля – это будущее стихотворение. Талантливый человек может или статью, или стихотворение написать про каждый сюжет, запечатленный на этой картине. Фотографии Камиля Чутуева цены своей философии фундаментальности. В них все, что укладывается в понятие разумное, доброе, вечное. То, на чем держится жизнь. То, что несет в себе сам мастер. И это передается его работам. Мое знакомство с творчеством Камиля Чутуева началось, ну, скажем, лет, наверное, 15 назад, когда я увидел альбом с фотографиями лицо Кавказской национальности. То есть этот альбом очень популярен в нашей библиотеке, довольно обширный, потому что приятно видеть лица, которые, наверное, эти лица уходящего столетия, может, и не одного столетия, а нескольких, которые могут просто скоро совсем исчезнуть, потому что мы знаем, что есть тенденция к тому, что села покидаются, его жителями остаются в основном пожилые люди, которые со временем тоже уходят. Именно, мне кажется, вся ценность вот этого искусства Камиля Чутуева, фотоискусства, не могу назвать его просто фотографом, потому что в настоящее время фотографов очень много, это вот именно фотохудожник, который, у него есть свой взгляд, его работы, я думаю, не менее ценные, чем картины, живописные полотна знаменитых художников. Вот поймать вот этот миг, запечатлеть вот это вот мгновение, из которого состоится наша жизнь, запечатлеть его на фотографии, чтобы потом, может, через много лет его увидели и испытали, может быть, те же самые эмоции. Мне кажется, это просто богом поцелованный человек, который умеет так это передать. Портреты – знак качества Камиля Чутуева. Каждый из образов – символ народа. В испещренных глубокими морщинами лицах стариков – история Дагестана, того, что было пережито, прочувствовано тяжелым трудом, этапными историческими событиями и той философской мудростью, что дается от земли, на которой ты прожил. Я всегда в лицах людей искал человеческую красоту, мудрость, радость. Простые картинки, простые села, простые аулы наши и очень простые люди. Но сколько в этом заложено, я не знаю, просто чудо какое-то. Как сын Гор, он преклоняется перед Горянкой матерью, перед ее смиренным благородством и уважительным отношением к своей женской доле. Он любит взглянуть ей в глаза, уважить ее усталость. Я же, когда, скажем, хочу создать портрет Горянки, я сразу перед глазами проносится то, как она выглядела в молодости, чем она занималась. Наши женщины, особенно старые, они очень добрые, они мудрые. Я как-то говорил, когда со старой женщиной я разговариваю, я чувствую себя как бы ребенком. Настолько они добры, мудры. И вы бы видели руки, руки этих Горянок. Когда во время съемки портрета, если хочешь сделать хороший портрет, конечно, это обязательно, по возможности, надо показать руки. Известный режиссер, то ли Кармен, то ли Дзига Вертов, кинодокументалисты были, один из них сказал о том большом значении портретов, где показаны руки, потому что руки характеризуют этого портретируемого человека, его внутренний мир, и то, что он чувствует. Несмотря на то, что они уже жизнь прожили, они стали бабушками, прабабушками, они не потеряли вкус и интерес жизни. Их радует все, точно так же, как молодость их радовала. В горах витает воздух и добро друг к другу, к близким, к детям. Выставка «Женский образ». Ну, эти женщины, потрясающие женщины у него. Это, ну, мы не говорили, что Патя его жена. В ожидании мужа ее портрет. Всем понравилась вот эта фотография Чутуевского, ожидания мужа. Все толпами стоят. Я говорю, есть же другие фотографии. Есть, но это самое лучшее. Как чуткая артистическая натура, художник отзывчивый, восторженно влюбленный в окружающий мир, Камиль Чутуев не мог пройти мимо человека, одержимого своим делом, своим ремеслом, так называемого чудака. Это оригинальный человек, Ямал Тим Муслимов, это известный танцор. Он был настолько предан этим танцам. Он во всем, когда он даже стоя разговаривал с кем-то, он незаметно какие-то движения танцевальные проводил. И о нем снят такой интересный, чудесный фильм, называется «Чудак из Чукна». Чукна – это селение, откуда он родом. Камиль Чутуев возвращает нас в черно-белый мир, где отбрасывается все ненужное, лишнее, малозначищее. Черно-белые снимки мастера удивительно выразительны. Они всецело погружают нас в настроение, мысли, переживания людей, состояние природы. Даже хорошо, что они черно-белые, потому что цвет, он уже дает рамки, он устанавливает рамки. А когда ты видишь черно-белые изображения, там такое будет собственная фантазия. Ты представляешь себе эти оттенки цветовые, эти переливы какие-то красочные. Это еще интереснее смотреть на это. Камиль Чутуев «Романтик гор». Легкой грустью по уходящему пронизано его черно-белое кино. Чистота помыслов, гостеприимство, трудолюбие, любовь к земле. Все, что влекло иноземцев в Дагестан, во многом осталось в духе его фотографий. Тот Дагестан, который остался в его сердце навсегда, и каждый раз его образ отдается бешеной пульсацией в сердцах зрителей. За какую тему не возьмешься нашу этно-тему, у Чутуева она уже есть. Какой образ не начнешь разрабатывать, у Чутуева он уже есть. И просто даже не хочется повторяться настолько тонко и глубоко он работает с образами. И не даром многие его вещи, они просто как символ Дагестана. Вот его фотографии, они входят во многие сборники по фотоискусству, которые показывают наш край прекрасным, прекрасным, чтобы видели все, чтобы знали все, как мы глубоки, как мы содержательны, как мы красивы и в своей старости, и в юности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова